Всем приветик! Начинаем влог с чашечки кофе. Мой, правда, не из нашей кофемашины, к сожалению. Вот надо, кстати, купить молоко. Я сейчас стараюсь пить только альтернативное молоко, чтобы вот тут вот пупсик один кряхтит. Ему было комфортно, потому что всё равно мне кажется, что от лактозы деткам не очень комфортно животику и может подосыпать где-нибудь. Короче, такое. Мои любимые кофейни. Новые стаканчики, можете заметить. Вот так они выглядят. Что-то непривычное, необычное, но окей. Чего такое? Сейчас будем менять подгузничек. На сегодня день. При Борке приезжает мама Валеры и куча работы. Просто нет работы. Это, конечно, хорошо, но всё равно. Я такая оп, и тут, и там, и здесь, и везде стараюсь быть. Даже в свой диффузор залила аромамасло дикий апельсин. Пошла менять подгузник. По контенту в Ютубе на самом-то деле у меня наконец-то появилось воодушевление и силы на то, чтобы реализовать кое-что. Я помню, что я уже давно обещаю вам диалог на равных, и он обещаю будет. Но для того, чтобы реализовать этот проект, господи боже, нужно было больше сил, больше ресурсов и понимания, как это сделать с двумя детьми. Потому что, когда я сняла дома, вас это не устроило. Но в итоге я всё равно буду снимать дома, но немножко в другом формате. Но я придумала новое, просто новое. Ну как, я не то, чтобы придумала, да, сейчас я велосипед не создала, конечно. Я просто взяла формат того, что мне очень близко, и переделала его на формат подкастов. И заказала микрофоны, заказала аппаратуру, аудиокарту на 70 тысяч. И сейчас жду, чтобы это всё мне пришло. А следующая покупка у меня планируется, наконец-таки, влоговая камера, потому что сейчас я снимаю на айфон. Кстати, как вам это? Первый, наверное, влог, полностью снятый на айфон. Шок. Самый качественный. Самый качественный, Валера говорит. Потому что моя камера уже сказала, да сведули. Была хорошая камера, Canon G7X. В принципе, её было вот прям предостаточно до последнего. Но всё, сейчас всё равно уже хочется выйти на новый уровень. И сейчас, в принципе, требования от зрителей Ютьюба выше стали к производителю контента, так скажем. Потому что Ютьюб просто заместил... Заместили. Так что ждите, будет рубрика подкастов. Подкасты я вообще очень быстро реализую. А дальше уже подумаю, как подстроить диалог на равных под это. Ну, короче, я воодушевлена тем, что у меня будут новые инструменты. И скоро камера тоже новая появится для того, чтобы делать для вас прям классно-классно. Мы пришли позавтракать. Человек в огромнейшем ожидании своей каши. Кашки на кокосовом молоке рисовые. Хи-хи, ха-ха. Надо, кстати, тоже домой купить этот кокосовое молоко. И делать ему каши на кокосовом молоке. С нашей аллергией. Нам вообще ничего нельзя. Да? Ничего, ничего. Ты где я? Ты где я? Ты где я? Да его тут спит рядышком. Как предварительная информация о разгорании случилось в доме. Пришла с вами какашка. Сейчас стул попросим. А то ему не очень удобно тут сидеть. Но человек голоден, поэтому он будет кушать как угодно. Как приходится. Ой, Сэмик. Вкусная кашка. Вкусно? Пришел тост с лососем и авокадом. У Валеры простый тост с саблетом. И у меня еще запеканка вот такая. Не знаю, как я осилю. А, да, у тебя еще сэндвич. Мы как будто голодные из гостного края. Людинка. Саймон. Саймон. Как ты танцуешь, сын? Ты танцор. В прошлом влоге я обустраивала нашу ванную комнату. И очень много кто написал о том, что она у нас очень красивая. Очень все классно детализировано. И все симпатично смотрится. На самом деле все дело в деталях. И создать такую атмосферу вокруг себя совершенно не сложно, если обратить внимание на сантехнику. Это ванная без плитки, а это ванная с плиткой. Просто посмотрите, насколько по-новому заиграло пространство. Если вы хотите в ванну, как на картинке из Пинтерест, то просто заказывайте сантехнику онлайн. В сантехнике онлайн вы найдете абсолютно все для ванной комнаты в одном месте. Это может быть и мебель для ванны, и различные аксессуары, и плитка, и, конечно же, сама сантехника. Там представлена сантехника почти со всего мира. И доступна как рассрочка, так и кредитование. Бесплатный дизайн решения для вашего санузла. Красивое пространство вокруг себя, это не сложно. Просто переходите по ссылке в описании и воспользуйтесь моим промокодом. Цены вас однозначно порадуют. Мы идем к остеопату. Вот такие вот интересные дела у нас. Будем пупсика поправлять немножечко. Нам сказали сначала к остеопату, потом массаж. Потому что не очень уверенно держат шейку. У нас небольшой тонус в плечевом отделе. Вот будем работать. Сегодня еще иду на день рождения к своей подруге. Ей исполнилось 30 вчера, но празднуюсь с девочками на сегодня. Поэтому мы сегодня к Дженне посидим. Я даже накрасилась. Ну, я хотела вообще контент еще поснимать, конечно. Но сначала нужно поделать мамские дела, и я на 2 часика могу быть свободна. Все, мучим. Осталось 4 минуты до приема. Ну, все. Мы вышли от остеопата. Сказали, что у нас все хорошо для нашего возраста. Сказали, что можно делать просто небольшой массажик каждый день. И, в принципе, он хорошо держит голову, что даже можно идти на плавание. Осталось понять, где же найти время на это плавание. А так все отлично. Потому что Саймону тоже нужно. Но у Саймона такие проблемы с кожей. Вы бы знали, как меня достала эта аллергия. Мне так его жалко. Ему толком ничего нельзя есть. Вообще, изначально аллергия у нас генная только на лактозу. Мы исключили всю лактозу. Но врач сказала, что так вышло, что это очень сильный аллерген. И сопутствующие. Сейчас аллергия обостряется даже от ягод, от красного, от просто бананов. Мы не бьем ни рыбу уже, ни ягоды, ни бананы, ничего. Вчера я так заглупила. Решила помазать его. Нет циндоу. Послушайте, если у ваших детей аллергия, обязательно попробуйте циндоу. Эта штука стоит, я не знаю, сто с копейками, рублей. И это лучшая вещь. Она просто, понимаете, не распиаренная. И от этого врачи забывают ее рекомендовать. Я нас много раз спрашивала. Это вещь, которой пользовались еще наши бабушки и дедушки. Но она просто настолько спасает. Когда аллергия у ребенка, намажьте его полностью циндоу. Все его очаги. И вы увидите, насколько кожа придет в свой баланс. Какая-то волшебная вещь, которая вообще определенно ни с чем сравнится. Ну все, я собралась очень быстро. Вы бы знали, насколько быстро на день рождения. Сначала надела рубашку, потом поняла, что слишком жарко. Будет и в рубашке, и в пиджаке. На улице очень тепло. И вот я в нашем пиджаке от Фо Бренд, Топи от Фо Бренд и в наших джинсиках от Фо Бренд. Мужчины мои идут. Я за ними, чтобы подать ключи. Будут гулять во дворе. Я пошел за цветами. Непривычно оставлять двух деток Валерия. Как правило, обычно все равно какая-то подмога есть, когда двое. Ну ладно, я на самом деле всего лишь на пару часов. Это хоть повод какой-то вырядиться. Остеопат дал мне визитку няни на час, где можно брать в хорошем месте. Няня на час. Ну не только на час, насколько только надо. Но на час тоже можно. Он такой посмотрел на меня, говорит, а давайте я вам дам визитку няни. Я думаю, что я так плохо выдержу. Там сейчас солнышко, а розочки они у нас. Ага, я с ним. Все, спасибо. У нас дегустация паштета идет. Попробуем. Так, я мажу зеленый паштет из авокадо с персиком. Или маме паштет. Но он тоже приближен к этому вкусу. Ничем туда. У нас тоже такое. Там персика идет, даже персика. Слушайте, а в этом авокадо как будто что-то... Слазненькое. Ванильное как будто что-то. Это вот там что-то какое-то... Очень вкусно, мне понравилось. Очень вкусно. Паштет из авокадо с каким-то ванильным кремом и манго. А это какой я взяла? Второй? Да. Короче, беру бобы. Бобы и суперсом. Наверное, это персик, мне кажется, с тобой не будет. Блин, а как это ухала? Берла колюшку подходит. Очень на хумус похож. Получается, вот этот паштет с авокадо. Да. Вот этот паштет из боблов. Он как хумус обычный. Вот этот, наверное, какая-нибудь утка, да? Нет. Мясной. Мясной с луком кармелизированным. Очень вкусно. Это из перца. Индийский какой-то. Это индейка. Вкусно еще дальше попробую сосим. И с индейкой тоже. Он до сих пор там чисто все. Все ок. Именинница прошла за своим букетом. У нас фотосессия. Я, короче, уже на низком старте к своим мужчинам. Девчонки гуляют. Гуляют. Мы идем, короче, сфоткаемся на память. А покажи цветочки, какие-нибудь. Красиво. Красиво. Нравится? Да. Только попробуй сказать, что нет. Попробуй. Попробуй. Все. Пожалуйста. Мы пошли. Пошли фотографировать. Пришла я, значит, к Дашке снимать контент для сториз. Даша меня решила накормить. Потому что я очень хотела есть макароны. Тут вот даже бутерброд. И вот даже яблоки есть. Короче, снимаем контент. Одна из самых популярных локаций для моих фотографий. Вот тут даже, представляете, вода. Например, с бокала. Как вам такое? Я, короче, опять накручена. Мне очень нравится. И, в принципе, эта прическа, когда я накручена, мне нравится. Но когда не накручена, она мне быстро становится скучной и неинтересной. В конечном итоге решила, что все-таки скоро я ее сменю. И будут у меня опять длинные волосы. Ну, все. Мои мужчины меня уже забрали. Я пофоткалась. Красивые фотографии получились. Хорошо, когда есть кому съездить и кто поможет сделать контент. Потому что он нужен очень сильно. Что случилось с нами? Боже, мы на балконе. У нас на балконе такой трэш. Я не знаю, столько всего нужно тут выбрасывать. Когда-то здесь был очень красиво обустроен балкон. Потом сюда стали сплавляться вещи потихонечку, которые якобы нам сейчас не очень нужны и важны. И все. Это нехорошо. Вот я думаю, что на днях займусь этим. Вода на Урале непредсказуемая. Еще вчера мы ходили в футболках. А сегодня мы уже закутаны. Мне даже так прохладно. Минус 4 на улице. Мы вышли погулять с детьми. Можно будет сегодня тоже поработать немножечко. Приготовить поесть как бы. У нас очень много вопросов по магазину. Мы отшиваем коллекцию. У нас три коллекции получается. Коллекция мужская. Коллекция женская на фамина бренд. И женская на фо бренд. У меня как бы магазин разделен получается на два сегмента. По факту это один и тот же магазин. Но он имеет две разные страницы. И разный ценовой сегмент. У нас одежда. Базовая одежда. Простого кроя. Она отличного качества. То есть все то же самое. Но есть одежда сложного кроя. Которая в пошиве обходится нам дороже. Соответственно она и воспринимается как люкс сегмент. И еще мы там можем шелка какие-то определенные люксового качества использовать. Но суть в том, что качество и там и тут. Просто как бы дизайн более индивидуальный. И пошив более индивидуальный. Сложный крой как раз таки на фо бренд. Но проблема заключается в том, что если фомина бренд у нас сейчас в коллекции хотя бы отшивается. На фо бренд у нас отшивается только костюм пока что один. А у нас там знаете сколько красивых позиций, которые уже должны выйти были в свет еще к концу марта. Сижу смотрю на карточку. Которую мне дала стеопат. С няней. Ну няней на час. И вот думаю. Осознаю, что мы приходим к этому. Так волнительно внутри на самом-то деле. Я знаю, что для кого-то это супер как бы простой легкий вариант. Мои подруги меня вообще там многие не понимают. Типа что там няня нанять. В чем сложность. Они правы? Почему-то внутри все равно волнительно. Да. Думаю. У меня вот родители должны просто приехать. Скоро. В двадцатых числах. И как раз таки. Наверное после их приезда. Даже круглосуточно. Представляете. Кому-то очень явно нужна наверняка ночная мама. О, мама. Ночная мама. Кому-то нужна ночная мама. Многие думают на нашем бы месте точно сдались бы и подумали, что нет. Нам точно нужна ночная няня. Потому что был период, когда мы с Саймоном вообще не спали. Ну, то есть, типа, этот период длился полтора года. Мне ни разу, ни разу мы ни с кем его не оставляли. Нет, бру. Один раз мы оставили его. После годика это было. Мы с Валерой уехали на ночевку. Интересно, интересно. Все это хотела вам показать, что я приобрела себе. Та-дам! Посмотрите, что я себе купила. Не могу не похвастаться. Это эфирные масла. Я купила целый набор. Эфирный дом называется он. И я сама, короче, не заметила, как я подсела на эти эфирные масла. Но в конечном итоге, вы видите, у меня целый набор. Мне кажется, что может быть многим интересно. Расскажу, поделюсь. Также у меня, получается, в подарок шоу еще диффузор. Прикольно. Началась вообще эта любовь к эфирным маслам у меня с момента, когда я купила его. Потому что мне сказали, что 100% оно поможет. Как раз таки от бессонных ночей наших. И вы не поверите, это сработало. И я подумала, вот это да, как это работает. То есть мы с Эмикой стали на стопы натирать это эфирное масло. И уже дальше, получается, стали заливать в диффузор. И, короче, вся наша семья крепко спит, сладко. Поэтому хорошая рекомендация. Попробуйте, если ваши детки беспокойно спят. Хочу поделиться вообще самыми любимыми. Вторая причина, по которой я решила вообще заказать весь этот эфирный дом, это масло ладана. Так, где оно у меня? Вот. Масло ладана, девочки. Короче, суть в том, что ко мне пришла подруга. Она занимается этими маслами. Ну, и по совместительству она моя ученица. Поэтому я очень много стала разбираться в этой теме. Я смотрю на ее лицо и понимаю, что мы достаточно давно не виделись. И у меня ощущение, будто она помолодела. Но у нее реально лицо очень молодо стало выглядеть. Я говорю, что произошло? Ты сделала себе ботокс? Потому что у нее была вот тут вот морщинка глубокая, здесь морщинка. Она говорит, нет, я пользуюсь маслом ладана. Короче, вот это масло используют часто еще и в косметологии. И я за ним гонялась. В итоге, когда оно именно по отдельности продается, его сразу выкупают очень быстро. И я решила пофигу и заказала вообще целый набор себе масел. Но изначально как бы задача была купить масло ладана. Я еще говорила об этом в своих сторис, потому что я видела, как мы снимали как раз-таки рилсы для Даши. Она капала себе масло на руку, вмешивала в крем. И я говорю, дайте попробую, я тоже хочу. Мне интересно посмотреть, понравится. Если то, закажу себе. И я после первого раза уже увидела классные результаты. Такое, это то, что мне надо. И она сказала, что даже косметолог ее заметила, что действительно кожа стала значительно лучше и более упругая. Так что это еще одна рекомендация. Если хотите избавиться от морщин, не прибегая к ботоксу и прочему, обратите внимание на масло ладана. Дальше, что мне очень нравится, это апельсин, дикий апельсин. Господи, девочки, это просто, я не знаю. Этот дикий апельсин, я прямо даже сейчас его накапаю себе. Я не знаю, у меня такая приятная вообще апельсин, отвечает за связь с мамой этот запах. И видимо у нас связь с мамой очень хорошая, очень крепкая. Потому что это мой самый любимый аромат. Реально, просто самый любимый. Я когда тренируюсь, всегда мажусь диким апельсином. Или я, например, хочу энергии больше, я обязательно мажусь диким апельсином. А вот когда, например, я занимаюсь йогой, я беру, например, чайное дерево тоже. Оно так умиротворяет, так оно мне нравится. Это новое мое увлечение. Я настолько пофанатела, насколько роза приятно пахнет. Я вообще и смажусь как духами. Ой, короче, девочки, распаковки, наверное, в 25 могут быть и такими. Реально, когда тебе 20? Раньше это, конечно, было про другое. Сейчас это вот масла, пожалуйста. Могу показать вам свои благовония, Паула Санта, свечи и так далее. Ну, то есть это все про меня. Я обожаю практики. Практики из моей жизни никуда не исчезли. Если вы помните, я снимала вообще, как я ездила на ретрит. Это был целый документальный фильм. Ну, реально, с моей стороны, я считаю, что это было прикольно. И любовь к этому не исчезла. Просто меньше времени стало. Но по-прежнему медитации и духовность моей жизни, она есть. И я это люблю, это мое, это про меня. Я считаю, что человек полноценно счастливый, это тот человек, который во всех сферах жизни прокачивается. Мы пришли поужинать, погуляли. Дай он спит. А мы кушаем, да? Гоем веганский влогер, Сэмик влог и Валера обычный влог. Необычный какой-то он. Необычный, короче. Это все, что ты хотел сказать? Все, до свидания. Надеюсь, вам понравился этот влог. И до скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.